всем привет меня зовут аня и добро пожаловать на мой канал sky nice girl сегодня мы с вами будем делать макияж но не просто делать макияж и делать макияж новинками я сейчас увлажнила кожу свою сегодня у нас видео продукты как вы могли увидеть из названия косметика селены гомес которая называется рейр бьюти в коллаборации селена селена выпустила свою линейку косметики как ранее это сделала риана кто-то он дженнифр лопес ли кто-то еще делал вот волосы не знаю надо убирать не нет ладно просто сделаю так сейчас мое лицо в ужасном состоянии такое я не помню чтобы она мне когда-то было то есть даже не сосчитать сколько высыпаний но сейчас они мне уже более-менее кроме двух-трех подсохли еще вот здесь в общем последствия этих дней ужасно я не могу уже ходить без макияжа но терпела чтобы снять и показать вам продукты на сегодня у нас был часа вам покажу какие продукты я сохранила все коробочки от них все продукты я покупала уже давненько из последнего у меня появился тут только хайлайтер вот хайлайтер смотрите красота какая выглядит было в такой коробочке мне очень нравится упаковка она такая минимализм до такой оттенок здесь написан то есть здесь на русском языке кому надо кто на английском например я не все понимаю упаковки селены заявлены как почему такая упаковка упаковка вообще сделано усиленные болезнь и волчанка и типа это болезнь суставов и при болезни суставов нужно очень быстро чтобы открыть крышку поэтому вот это хайлайтер у нас сегодня видео румяна посмотрите а тоже вот так легко открываются бальзам для губ вот такой потрясающий вот так просто может покажу типа вот так лежать на столе в очень модном оттенке этой осенью просто потрясающим и также я очень хотела попробовать кисти от селены и выбрала вот такую кисть от для консилера и мы будем с вами сейчас все это тестировать так что поехали так помимо этого всего с вами сегодня видео будем тестировать еще новую кисть поэтому я решила нанести тон вместе с вами кисть у меня от рилуи про видела у многих ее в инстаграме и и хвалили именно вот эту кисть хотя я никогда бы на нее не обратила внимание не посмотрела но действительно девочки все хвалили ее отзыв на вал борис хорошие были вот я заказала и на вал борис она очень плотно набита имеет искусственный ворс сегодня у нас будут два тональных крема вот этот тональный крем сам по себе светловато мне кстати почти закончился после этого видео я его выброшу потому что уже вот так просвечу видно что по стеночкам это у меня физичен формула за healthy foundations успев 20 с комплексом сияние оттенок у меня ln3 легкий нейтральный троечка и тональный крем от clorans everlasting устойчивый тональный крем в оттеночке 107 с бишь вот этот тональный крем я продаю так как он мне не подходит по оттенку смешивать его с чем-то и вообще делать что-то подобное как делают многие это круто да вы не перед ну как бы тратите продукт но я не люблю поэтому если вас заинтересует продам недорого он с розовым потоном я к сожалению угадала у меня не розовый потом у меня точнее я думала что он не подойдет я выдавляю его вот такую капелю синьку так как мы будем все таки еще консилер наносить я здесь смешаю вот этих два тона салфетки не взяла я конечно ну ладно и получается что-то такое бежево-розовое конечно и темновато и для меня в общем 1 будем пробовать кисть а потом уже нанесу нет в принципе нормально по оттенку получается вообще чем плохо вот этот тон единственный его недостаток точнее два недостатка единственный запах но сейчас я не чувствую этот запах поэтому для меня это не является недостатком и еще то что у него спонж с одной стороны это плюс потому что это очень удобно но с другой стороны это очень сказать не гигиенично вот так как на сейчас я сделаю я так обычно не делаю то есть это я делаю так когда я совсем не тороплюсь обычно я беру его так этим спонжем хоп там сюда куда нибудь вот так вот так вот так вот так делаю и обратно туда это не гигиенично и так как этот тон у меня уже в течение года если вот этот у меня прям новый я его использовала не знаю сколько раз немного то вот этот уже надо выбросить и будем тестировать нашу кисточку надо бы было бы ее наверное сбрызнуть сначала спреем как он за фиксирующим спреем для макияжа она не очень разносит тон я думаю по той причине что я и не сбрызнула то есть она сухая как вы видите ничего мне не замаскировалось поэтому я взяла еще консилер не просто так мы будем тестировать сейчас хочу немного добавить добавила не туда куда надо на что вот так а потом уже нанесем консилер берем кисточку от рейр бьюти я и один раз уже пользовалась всеми остальными продуктами если я пользовалась полной мере ну кроме хайлайтера ту кисточку я использую только один раз она крутая у не было ничего подобного в моей коллекции кисточек то есть настолько удобных она вроде как и большая карта но она очень удобная так как сейчас мы носим маски даже не знаю нужен консилер ну давайте добавим немножко консилера лореаль инфейла был такой достаточно в темном оттенке 328 бисквит то мне такой летний консилер но так как тоже у меня уже тут 100 лет в обед сколько у меня год уже то его тоже надо скоро выбрасывать менять консилеры у меня все закончилось просто в один момент как-то так знаете случилось наверное это вот осенью ближе к осени у меня закончилось все просто от ухода до декоративки а декоративка вы знаете это большой прогресс когда заканчивается декоративка у меня закончилась и тушь и закончились что не закончилась подводка закончился карандаш закончился консилер короче все по заканчивалась я обновляла все ну все что касается смешания двух тонов наверное действительно этот тон нужно смешивать потому что с более светлым он смотрится как мне кажется очень даже хорошо кисточка мне тоже понравилось она прям вообще очень классная туго набита я не знаю что здесь кстати давайте посмотрим вот такая коробочка от нее же вам не показала была упакована кисть кисть сразу скажу не из дешевых но мне кажется вот нужно покупать те кисти которые мы часто пользуетесь у меня это кисть какими я часто пользуюсь для румян для тона и для хайлайтера и 1 для консилера для тона для румян и для теней какая-то пушисто плотно набитого 4 кисти которые использую каждый день значит написано что это ту это кисточка для консилера изготовлена в китае каждый продукт от селена изготовлен в разной стране вот очень интересно это что так действительно селена пользуются своими продуктами сама в каждом видео сколько я видел она использует продукты так кисточку мы откладываем сейчас мы будем наносить румяна и мы не будем не просто наносить их как румяна сейчас немного расскажу о них но это продукт что-то типа конкретно знаете какой лена крыгиной или есть такие продукты ушик по моему в общем у селены это нечто необычное то есть нечто отличающийся от всего и именно румяна именно вот в такой версии есть еще и в баночке именно вот такие кремовые румяна в стике будем так ну не в стике спонжевом виде в каком-то баночке они завоевали любовь просто всех зрителей всех фанатов всех пользователей не только блогеров всех девушек в общем если говорить о самом лучшем продукте который удался у селены то я думаю каждый кто пробовал скажет что это вот эти румяна к сожалению в россии все либо раскупили либо привезли очень мало потому что я смотрю на американском рынке очень много продуктов выходит и по сей день от селены и всякие наборы и миниатюры то у нас очень туго я вот ухватила вот эти румяна вообще линейка румян делится на матовые и такие сияющие шиммерные да если можешь так назвать в матовых на российском рынке представлено три оттенка это вот мой грейс блэс который я очень хочу и джой такой оранжевого персиково-оранжевый но он с рыжинкой и сияющих оттенков по моему там четыре или пять то есть три матовых и больше сияющих этот продукт сейчас мы сразу посмотрим где изготовлен потому что мне очень интересно а этот продукт изготовлен в корее что в принципе объясняется стойкость этого продукта как тинта я его тестировала не один раз на веках и на щечках держится он весь день просто это единственный продукт который я ни разу не поправляла в течение дня румяна жидкие матовые стойки которые легко растушевываться для создания легкого здорового румянца но девочки если вы сейчас смотрите это видео а вы наверняка смотрите если думаете покупать или нет если они и либо если они у вас есть его ими еще не пользовались повторяете за мной не делайте произвольно потому что они очень пигментированы сейчас вы поймете когда я это сделаю я беру свою кисть я смотрела миллион видео прежде чем заказать косметику так как я не являюсь фанатом селена меня зацепили изначально именно эти румяна хайлайтер и хайлайтер зацепили но я посмотрела миллион видео чтобы убедиться как правильно это наносить сначала дать вот не больше девочки больше не надо даже этого мне кажется будет много сейчас вы поймете они очень пигментированы вы видите здесь мне не нравится как выглядит поэтому мне надо перекрыть его все-таки светлым у меня часто вылазят воспаление именно на этих местах блин ну надеюсь они сильно марфа вот оттенок джой он прям сильно делает из вас такую марфочку что ли вот это тоже так вы видите очень и очень насыщенный так тему будем наносить вот теперь концы а этот хайлайтер на место для хайлайтера освободить в общем румяна вы видите да а прежде чем хайлайтер наносить можно будем наносить навеки навеки я наношу следующим образом я вот спонжики не показала смотрите какой он классный удобный такой ограничитель классные румяшки я наношу вот так на руку и теперь отсюда я буду наносить кисточкой для теней у меня кисточка от сифара вот такая самая моя любимая и теперь буду наносить вот так ей мне нравятся такие продукты универсальные его же наносить можно на губы как помаду то есть это будет такой тинт матовый он такой как суфлешка что ли мы поправим тут как суфлейный обычно я кстати еще пробовал наносить просто вот так пальчиком а потом растушевывать ну видите как пигментируем но вот как тот оттенок который я хочу еще его к сожалению нету его быстро разобрали либо его вообще не было в россии скорее всего точнее он был в самом начале когда был запуск бренда это было лето вот но так как я купила начале осени наэропродукты начала покупать потому что сначала вообще я как я уже сказала мне понравились румяна но я их не заказывала я купила сначала бальзам потом спустя какое-то время я все-таки решилась купить румяна я хотела тот оттенок его не было и поэтому я смотрела еще раз миллион видео еще раз думала надо мне или нет и потом покупала румяна а потом уже купила хайлайтер и кисточку и кстати цены в американской сифоре бюджетнее чем россии у нас вот ну примерно так же как и на косметику риана кстати косметика риана мне не зашло смотрите сколько еще осталось пигмента мне кажется это прям даже экономичнее чем конкрет где коробочка вот так и всего еще на губы можно по хлопающим движением мне кажется круто дает эффект сейчас мы нанесем хайлайтер а брови и реснички оформлю за кадром хайлайтер значит у хайлайтера вот такая у нас коробочка я уже вам показывала у меня оттенок он по моему в 6 или 7 оттенках представлен я выбрала оттенок которым красиво селена мне он понравился мармарис что мы смотри 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 здесь 15 миллилитров безумно нравится их упаковки упаковка меняет зацепила в румянах 7 и 5 миллилитров тоже хороший объем очень так давайте посмотрим хайлайтер где изготовлен у нас хайлайтер жидкий тон мазморайз создающий шелковистая невесомая при этом стойкое покрытие дарющее вашей коже свечение изнутри представлена косметика рейр бьюйте только в исключительно в сифоре а меди in italia это изготовлено в италии очень круто потому что качество должно быть соответствующее этот продукт я пользовала пробовала только один раз у него также спонжик сейчас вам покажу пробовала один раз но он не съедает тон я его вот так наношу раз-два видите два раза будет достаточно он такой розово-золотистый потом нанесу чуть-чуть на руку и с руки уже нанесу на носик красивый оттенок действительно вчера я им пользовалась в баночке он кажется что он золотистый бежевый на самом деле он такой розы розоватый но оттенок не всем подойдет не знаю мне кажется он не самый светлый у них есть еще и светлее смотрите даже многое то что нанесла я сейчас буду переносить потому что вот прям на руку все переношу слишком много мне не надо но это хайлайтер который подойдет на каждый день источник точно могу сказать потому что он очень деликатный он не вырви глаз они будут на вас смотреться как знаете из космоса очень красивый ну как то вот как то так что вы можно еще вот так сюда продлить его то я остатки собираю с руки смотрите просто вот я раз его выдавила насколько его хватило так сейчас я нанесу значит где оформила глаза и потом мы будем тестировать еще один продукт для губ так ну что я вернулась к вам оформила брови и реснички сделала и и последний продукт у нас остался с которого и началось мое знакомство посмотрите коробочка отличается я решила не брать матовые помады меня не зацепили как-то какие-то блески а зацепил именно этот продукт который достаточно необычным в своем роде а потому что это называется увлажняющий бальзам придающий естественное сияние но с очень насыщенным пигментом также как и у румян сейчас посмотрим где это изготовлено у нас тоже мы один корея то есть мы имеем два продукта и скорее один продукт из китая это кисть и один продукт из италии это хайлайтер очень интересно и оттенок по отзыву марка я выбрала самый он говорил что этот оттенок просто взрыв башки что он отличается от всего что есть на рынке что он самый модный этой осенью оттенок называется thankful и я согласна с ним сейчас вам покажу вот так выглядит упаковочка написано майдин корея здесь посмотрите как это все так на магните классно мне кажется в сумочке вообще просто сильно будет смотреться единственное пачкается футляр пачкается все здесь я уже активно это использовала покажу оттенок вам свочно обязательно свод сделаю сейчас будем наносить что я заметил от этого бальзама несмотря на то что здесь заявлено очень много ухода и то есть это увлажняющий бальзам он немного сушит губы мне он немного подсушит но этот оттенок посмотрите я нанесла на один раз и он вот такой пигментированный но с ним нужно работать как с помадой то есть он такой не распределяется в один момент видите поправляю очень сейчас на мне как показывает камера он выглядит немножко иначе чем он выглядит на свочи в жизни потому что этот оттенок нереально крутой он отличается я ставлю фотографию где свочила все свои нюдовые помады там было на свочи помада от мак в теди была помада от сифара была помада от не море к я faberlic было еще какая-то помада вот так что что я могу сказать в конце вам по уже весь отзыв по местам если расставлять это все но я кисть не беру в потому что кисти из кисть она отличается от этих продуктов я вы первое место конечно дала румяном потому что это нереально крутой продукт который вы можете использовать везде это супер экономичная выгодная покупка и я прям советую меня оттенок еще раз напоминаю грейс матовый второе место я даже не знаю чему бы я отдала ну давайте не знаю давайте я не могу второе место я наверно поделю второе место поделю потому что мне понравился и хайлайтер и нереально крутой оттенок который с одного прикосновения делает вам вот такой красивый такие красивые губы вот поэтому место вот девочки на этом видео буду заканчивать надеюсь что вам понравился мой обзор на косметику селены гомес раир бьюти напомню что представлена только все фара постараюсь оставить если найду все ссылочки вот всех целую всем пока пока